Правильная духовная жизнь всегда открывает нам сразу две вещи. Первая открывает то, о чём сказал Пётр Ламаскин. Первым признаком начинающегося здравия души, здравия, является видение своей греховности. Потому что мы их не видим. Я всё время видел, что я хороший. Я не сомневался, что я очень хороший человек. Человек оказывается первым признаком видения своего греха. Второе тут же открывается, что, оказывается, искреннее покаяние, искреннее желание исправиться привлекает Бога, Который есть любовь. И эта любовь переживает человек, ощущает человек, ощущает его помощь. Начинается его духовная жизнь. Начинается. Вот это прежде всего бы надо бы знать христианину. Видите, это только самое начало. Только первая самая ступенька. Как важно это бы всё обозначить в своём сознании. Как это необходимо, это прежде всего знать. Что необходимо знать? Что есть предел моего бытия. Что я должен сам убедиться и понять, почему христианство, православие, есть истина. Что это действительно истина. Увидеть себя, оказывается, надо мне. И через видение себя, через это понимание себя, обратиться от всей души к Богу, так, как обращается утопающий и кричит ко всем, чтобы его спасли. Тогда человек становится на путь исцеления. Потому что что такое спасение? Слово, которое мы часто слышим. Это есть исцеление. Так же, как и в телесных наших болезнях. Ой, он меня спас. Чем же спас? А вот то-то, то-то и то-то мне. Никто мне не говорил. А вот он сказал, врач, какие дал средства, он спас меня, как я его благодарен. Вот что происходит в душе человеческой. Это исцеление приносит человеку, человеку, такие блага, о которых, увы, не живущий этим и не знает. Мы не знаем, что такое состояние любви. Ну, какой-то романтики там, что-то читали или когда-то немножко переживали, и всё. Мы не знаем, что это такое христианская любовь. Мы не знаем, что такое мир души. Мы не знаем, что такое свобода от мнений человеческих. Мы совсем не знаем. Мы всё время думаем, а как о нас скажут? А что о нас думают? А что там передают? Как мы связаны со всеми, бедные люди! Помните, у Грибоедова? Ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна! Ну, там хоть княгиня, а тут... Приобретает человек свободу, независимость, причём неразвязанность, непроизвол, когда с вызовом для всех себя ведёт. Нет! Нет! А именно свободу он приобретает чего? Вот этой правильной человеческой жизни. Вот это, собственно, и, может быть, самые начальные ступени, самые начальные, я бы сказал, вещи, которые очень важно знать. Их важно знать прежде всего. Потому что, не имея вот этой перспективы знания, трудно человеку приобрести что-либо большее. Знание, вот правильное знание, оно очень много даёт человеку. Правильное знание. Есть великий закон духовный. Вот, видите, мы вступаем в какую область. Закон духовный, что сердце не может долго противиться уму. Когда точно стреляют, всё, достигают цели. Наше каменное сердце, да, только тогда может, может, действительно, постепенно изменяться, постепенно исцеляться от страстей, когда всё-таки имеет место правильная мысль, верное понимание, верные шаги на пути нашей внутренней жизни. Я ничего не говорил о церковной жизни. Это вопрос другой уже совсем. Мне хотелось сказать вот о самой сути, о том, что прежде всего нужно знать. Без чего, я вам скажу так, без чего можно всю жизнь ходить в церковь, всю жизнь исполнять то, что там положено и нам говорят. И, страшно сказать, и не сдвинуться ни на одну йоту с места. Я уже 20 лет, я 30 лет, я 50 лет в церкви, а каким был и таким остался. Что же такое? В чём причина? Причина всё в том же, что мы только чисто внешне исполняем, кажется, церковные предписания, и нет никакой борьбы, никакого понуждения внутри себя. Там, где нет этой борьбы с самим собой, там, где нет понуждения себя к жизни по заповедям, там, где нет покаяния в своих нарушениях, там, где нет правильной молитвы, которая всегда сопряжна с покаянием, никакой духовной жизни там нет. И сколько бы мы ни жили, хоть тысячу лет, такими и останемся. Вот поэтому вывод, по-видимому, по-видимому, очевидный вывод, что нужно это, вот всё это, нужно не просто иметь в виду, а что всё это принятое душой человеческой, принятое. И если человек будет понуждать себя к этому пути жизни, то, наверное, обязательно, то есть, обязательно, о чём свидетельствует колоссальный опыт множица святых, он обязательно придёт к предощущению, ощущению и переживанию того Царства Божьего, которое скрыто в душе человеческой. Субтитры создавал DimaTorzok